Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 30 апреля, завтра 1 мая. У нас опять прекрасная солнечная погода. Сейчас плюс 15 градусов. Вот я вышла без верхней одежды, пошла открывать теплицы. Хочу вам все показать. Птички поют, солнце светит. Днем будет 23 градуса. Это завтра последний такой же теплый день. Потом пойдет немножко на понижение температуры. И через 4 дня у нас будут немножко холодноватые ночи. Будем укрывать. Как будто и не было вчерашней вот этой бури, урагана. Все тихо, умиротворение. Ну как вы видите, вот эту пленку вчера даже сорвало. И ее не было возможности снова накинуть. Я не стала ничего делать, потому что ни мороза, ничего не было. Просто от ветра. Вот про те, которые я говорила, этими поребриками бетонными придавленные. Те, как в мертвую. Я очень, как много лет пользуюсь вот этими поребриками бетонными. Очень удобно. Не нужно никаких веревочек, перетяжек, как мы раньше делали. И вот это осталось у меня несорванное. Сейчас посмотрим, как чувствуют себя томаты, которые уже высадила я в открытый грунт. Вон там он у мусорки. Но которые я ничем не укрывала и не успела. Короче, их только высадили, а они тут же попали под ураган. Сейчас посмотрю, схожу. Ну томаты высаженные чувствуют себя хорошо. Не поломал их шторм. Я специально их не закрываю, потому что завтра, по прогнозу дождик, я хочу, чтобы их полило дождем. И уже потом я маленькие дуги поставлю и закрою. Ой, палец сегодня утром порезала. Убирала со стола случайно там об консервную баночку. Сегодня будет затруднительно с землей работать. Все, значит, этим шторм не повредил. Ну и, конечно, лучше всего сохранность томатов во время ураганов, таких и штормов, в теплице. Это именно еще один фактор, ради которого люди покупают в теплице, что ни град, ни штормовой ветер, ни какие-то погодные, ужасные условия не повреждают томаты. Я вчера показывала, что я здесь сделала, ну как, удалила сорняки методом затирки. Все, я их подвязала. Они уже взросленькие, некоторые цветут. И тут опять же, я вчера показывала пустые дорожки, опять же на дорожке я выставила вот такие вот лоточки, видите, с теми, которые я буду высаживать в открытый грунт в традиционные сроки, или конец мая, или начало июня. Они еще небольшие, и поэтому они будут здесь стоять на доращивании. Сейчас развернемся так. Они друг другу не будут мешать. Тут и этим томатам хорошо, и этим хорошо. У них как раз такое тут расстояние на дорожке. Доставлю сегодня до самого конца. Идем дальше. Кстати, хочу сказать еще вот про эти томаты, которые у меня высажены в открытый грунт, и которые без укрытия. Высаживаю вот на эти бордюры низкоруслые штамбовые сорта, ну вот эти толстоногие. Их от ветра я никогда не закрываю и не предохраняю. Вы видели, что там рассада у меня закрыта пленкой именно от ветра. Эти томаты, у них есть очень хорошее качество, то, что никакой ветер, никакой вот этот ураган им не страшен, потому что у них именно вот этот толстый ствол. Они не гнутся, они никогда не ломаются, они вот стоят как дубки. И вот эти вот высаженные, ну как вдоль теплицы, я за них вчера даже не расстраивалась, потому что за все годы выращивания вот таких томатов, ни один томат такой от ветра у меня не сломался. Очень удобно. Еще очень удобные монгольские карлики, типа вот такие грунтовые. Их можно высаживать хоть как рано, и никакой ветер, никакой шторм их не ломает. Ясно почему? Потому что они стелятся по земле. Вот еще одна красота расцвела, примула весенняя. Она у меня вот прям у теплицы вдоль стеночки посажена. Ну красота вообще. И каждый раз, заходя в теплицу, я любуюсь вот этими цветочками. Сейчас вот 7 утра, и я сейчас, наверное, приду сюда, потому что, смотрите, зайдя на утренний обзор, я увидела, что вот эти вот кусты, видите, опять разваливаются, они так быстро растут. Недавно была вторая подвязка, но они уже сильно в длину вытянулись. И видите, кусты начали отваливаться уже в разные стороны. Это значит, что нужна третья подвязка уже. Вот этот колышек у меня, полтора метровый, метр пятьдесят. Ну немножко я его заглубила, но этим томатом уже даже осталось не так далеко до конца колышка расти. Обычно вот до конца кола, когда он достигает высоты, это уже совершенно взрослое растение все. Сегодня приду сейчас третью подвязку делать, пока жара здесь не установилась. Конечно, в этой теплице почему-то очень сильно, прям на глазах растут. Я вот вчера, когда опрыскивание снимала, заходила, они были не такие, а сегодня опять они уже стали высокие и начали опять разваливаться. Вот еще работа подвалила, подвязывать третий раз вот эту первую партию высаженную томатов. Ну и последний пункт моей дорожной карты, это, конечно, новая теплица, вот эта уральская легенда, которую зрители уже называют томатным дворцом. Сейчас зайду сюда, но тут, видите, у нас, тут у нас уже совмещение. Я тут уже копаю, собираюсь высаживать. Они тут еще доделывают. Короче, мы их понемножку вытесняем, но они еще тут. Вот смотрите, вчера я принесла баклажаны, которые я хотела сюда высадить. Вот здесь будут немножко в уголке баклажаны. Мы много не высаживаем. Я, ну, кустиков 10 сажу, не больше. Дальше будут томаты. Вчера уже и земля была вскопана, и все можно было приготовить. Ой, можно было уже их начинать высаживать, но тут на нас налетел ураган. Я сейчас вот вставлю вставку, какой вчера был ураган. Посмотрите, что творилось у нас. Конечно, ни о какой высадке не было и речи. Помните, вот эти томаты, которые стояли на улице на закаливании, пришлось их в скором порядке сюда все эвакуировать. И вот пригодился этот томатный дворец хотя бы для сохранения вот этих томатов, чтобы не поломало их. Они же большие, уже высоковатые. Они вот все приготовлены к высадке. Вот, затащили все туда, сюда. Ночевали здесь. Сегодня уже точно. Сейчас хоть один ряд, но я высажу. И тут еще изменения. Вот видите, где опилочки, все. Тут они, муж делал такие туда, как бы, ну, в землю, заякорился в нескольких местах, прикрепил, как пришпилил вот этот вот, как его звать-то, ну, как типа фундамент, прикрепил туда глубоко, вот этими железными шпильками к земле. Хотя мы, я лично так думаю, что теплицу эту и так не должно унести, потому что вот эти трубы очень тяжелые, и сама она очень сильно тяжелая. Я же говорила, что она весит 350 килограммов, и я не думаю, что ее как пушинку поднимет в воздух, как наши предыдущие теплицы. У нас же одна улетала, и улетала вообще за три улицы, и скакала вот так по шоссейной дороге, как лягушка. Ну, потому что очень легкая, каркас был легкий. Этот каркас, я думаю, ветер не сдует, но все равно подстраховались, закрепили, туда в землю воткнули. Вот баклажанчики буду сегодня высаживать. Про баклажаны обязательно покажу, потому что баклажаны многими интересуются, как выращивать. Но я вот рассказывала, я с баклажанами делала единственное, что посеяла семена, и потом распекировала в 200-граммовые стаканчики, и потом перевалила в 500-граммовые. Выросли сами, ничего вообще не делала. На удивление, они получились такие, как хорошие, добрые, толстенькие. Видите, они все уже с цветочным бутончиком. Это как раз самый тот период, удачный, оптимальный, когда их нужно успеть высадить, пока они еще не цветут. Но рассада уже все полностью готова, просится в грунт. Сегодня я ее туда засуну. И еще про яблоню. Нынче у нас такая погода. Она заставляет растения так быстро, вот цветы, например, вылазить из земли, все расцветать, что мы просто не успеваем за этим. Я вот только вчера утром выходила и говорила, что яблоню нужно бы обработать по розовому бутону, потому что зеленый конус я пропустила, вот это от болезни опрыскивания. Все это я пропустила. Я говорю, я может быть еще успею розовый бутон опрыскать. Только я об этом поговорила, хотела намешать. Я подошла, и уже нет розовых бутонов. Уже она вся расцвела. Вот смотрите, я же совсем недавно вам показывала, что были бутончики. Все, уже полностью открытые цветы. Уже шмели, там пчелы какие-то лазят по этим цветам. И сейчас уже голубое опрыскивание вот этой бордосской смесью делать ни в коем случае нельзя, потому что по раскрытым цветам никогда не делают. Теперь уже в пору нужно делать от насекомых, вредителей, обрабатывать, потому что сейчас как раз то время, когда вот в эти цветочки закладывают личинки, насекомые, вредители, и потом получается внутри яблочко вот этот вот червяк. Я не знаю, успею ли я. Обрабатывать тоже нужно или рано-рано утром, или поздно вечером, чтобы не сжечь вот эту яблоньку. Если я буду обрабатывать, я вам покажу. Но как показывает жизнь, видите, я не успеваю. Я только подумаю, что уже раз фаза одна сменилась, другой. Зеленый конус пропустила, я даже не заметила, когда они в листьях расщелкнулись. Розовый бутон только собралась, опять пропустила. Они все расщелкнулись. Это, короче, катастрофа. Мы в припрыжку за погодой бежим и не успеваем. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня буду собирать чудо-теплицу. Будем пытаться собирать сами мужики на работе самостоятельно с Катей. Буду показывать. С этой чудо-теплицей опять там подделали страницу моей постоянной зрительницы, дачница, удачница. Написали не очень приятный комментарий. Я опять повелась, ответила ей. Короче, хейтеры покусывают нас, но не будем обращать внимание. Смотрите, какая прелесть. Какое небо голубое. Красота. Яблоня цветет. Шмелики там летают. Сейчас они себе вот эти пчелки меда на посуду, на запосудку. Мы потом будем всю зиму этот мед кушать, поправлять свое здоровье. Все. До свидания. У нас погода. Началось светопредставление. Помните, когда я утром показывала, стояла? У нас плюс 28 градусов, штормовой ветер. И вот эта береза, я сейчас пошла соседям говорить, она трепет электрические провода, летят искры. Вчера уже был один пожар в диске. Очень опасная погода. МЧС разослали, предупредительные о пожароопасности. Вот эти вот смс-ки нам. Страшное дело. Сейчас нужно скорее закрыть все теплицы и убегать домой. У нас по огороду все летает, все, что не прикреплено. Вот такую погоду я как раз и не люблю. Сходила, соседи предупредила, они сидят в доме, даже не видят, что эти искры от проводов прямо на машины на их ней падают. И пока я там ходила, бродила, у меня тут все повылетело эти. Вот видите, где бетонные вот эти поребрики, они намертво держат. А где просто дуги или укрытие, это вот нужно все чем-то фиксировать. Иначе температура-то, как сказать, не холодная. Просто эта тряпка, она будет вот так трепаться, она побьет все помидоры. Вот сейчас буду закрывать теплицы, убирать все, что можно там от ветра спасать, где ветра нет. Вот и тепло, казалось бы, а тоже работы полно.